В последнее время в западном информационном пространстве все чаще и чаще встречаются новости, связанные с разнообразными шпионскими скандалами, с которыми непременно прямо или косвенно пытаются увязать нашу страну. Сообщения о больших успехах, достигнутых теми или иными странами в разоблачении коварных агентов Москвы, либо заявленных ими намерениях противостоять таковым и вести непримиримую борьбу с всепроникающими русскими шпионами, стали уже привычным информационным фоном. Если суммировать все эти вбросы, то вполне может создаться впечатление, что от охотящихся за чужими секретами сотрудников отечественных спецслужб прямо-таки нет проходу ни в Европе, ни в обеих Америках, а в штате ГРУ и СВР состоит если и не добрая половина населения России, то по крайней мере немалая его часть. Попробуем разобраться, кому и зачем нужно нагнетание шпионских страстей такого масштаба, направленных против нашей страны. Шпионим за всем миром. Надо сказать, что разведывательная деятельность, вне всяких сомнений, является одним из наидревнейших человеческих занятий. Кто владеет информацией, тот владеет миром. Этот принцип актуален, что называется, для всех времен и народов. Можно не сомневаться, что первые прозначики и лазутчики появились во времена каменных топоров и охоты на мамонтов. С той поры изрядно поменялись методики их работы, но не ее суть. Каждое государство на планете стремится узнать как можно больше о своих соседях, и не только о них. При этом предпочтение отдается, конечно же, тем данным и сведениям, которые пытаются скрыть. В данном вопросе, как в мало каком другом, проявляется некрасивый принцип применения двойных стандартов. Наши добытчики информации это, конечно же, мужественные разведчики, рыцари плаща и кинжала. А чужие гадкие шпионы, достойные презрения и суровой кары. Как-то так. Все это сказано к тому, что не стоит даже и пытаться утверждать. Россия, мол, никакой разведывательной деятельности не ведет, и даже в мыслях ничего подобного не имеет. Это было бы и лживо, и глупо. Однако заявлять, что наше государство прямо-таки одержимо проникновением в тайны всех стран мира, это тоже, мягко говоря, при этом с некоторых пор в разоблачении подобных происков кое-кто проявляет прямо-таки невероятное усердие. Особенно стараются перещеголять друг друга некоторые члены Североатлантического альянса, однозначно не являющиеся опорой его военной мощи. Допустим, что у представителей Нидерландов, так и не доказавших фактов промышленного шпионажа, еще имелись чисто теоретически основания подозревать высланных из страны двух сотрудников нашего консульства в Гааге в повышенном интересе к тамошним разработкам в области нанотехнологий, полупроводников и искусственного интеллекта, хотя бы по причине наличия таковых разработок. Однако мания поиска русских агентов, охватившая Болгарию, выглядит просто нелепо. Тем не менее София, начиная со второй половины 2020 года, упорно стремится выйти в первые ряды по количеству разоблаченных шпионов, засланных Москвой которым, очевидно, в бывшей братской стране прямо-таки медом намазано. Правда, на поверку все схваченные бдительными сотрудниками местной полиции и контрразведки агенты оказываются их же собственными коллегами. Так, в результате очередного шпионского скандала, разразившегося совсем недавно, уже в нынешнем году, задержан был ряд сотрудников военной разведки, как раз Болгарии. Руководил агентурной сетью один из бывших высокопоставленных ее чинов, который работал, конечно же, по заданию Кремля. Доказательства. Вы о чем вообще? Больше всего эта крайне мутная история похожа то ли на сведение счетов внутри местных спецслужб, то ли на какую-то дурно пахнущую провокацию, которую они же сами и затеяли. Да и вообще, совершенно неизвестно кому в реальности передавали информацию, если передавали, обвиненные в шпионаже разведчики. При этом весьма актуально звучит вопрос, какой интерес представляют для России секреты, допустим, той же болгарской армии, чьи ВВС по сей день летают на старых советских самолетах и вообще особой продвинутостью не отличаются совершенно ни в какой области. Тем не менее София с упорством, достойным лучшего применения, продолжает высылать из страны наших дипломатов, обвиняя их в шпионаже. Довольно странное поведение для страны, крепко присосавшейся к нашему газопроводу и вообще периодически называющей Россию старшим братом. Впрочем, перефразируя фразу из известного киношедевра «Балканы, дело тонкое». Тамошние шпионские игры, проходящие с неповторимым местным колоритом порой, ломают все законы жанра и превращаются в натуральную комедию. Как это было, к примеру, в Черногории. Шпионы там, шпионы здесь, без них не встать, без них не сесть. История, приключившаяся с маленькой балканской страной, уникальной, конечно, не является. Нечто подобное, помнится, еще Гоголь описывал. Получилось так, что в Черногорию пожаловал некий таинственный гость из США, давший понять местным, что он является никем иным, как чиновником из американского госдепа, прибывшим инкогнито. Никакого отношения к столь серьезному ведомству, как впоследствии оказалось, этот персонаж не имел и представлял собой афериста высшей пробы. Но выяснилось это спустя несколько месяцев, которые проходимец весьма шикарно провел на побережье Адриатики, куда к нему на поклон периодически являлись черногорские официальные лица, вплоть до вице-премьер-министра страны Дритана Абазовича. Скандал, как вы понимаете, воспоследовал оглушительный. Одним из его эпизодов стали разборки в стенах комитета по безопасности местного парламента, где главе тамошнего агентства национальной безопасности Дейну Вукшичу был задан прямой вопрос, что за бедлам на прозвучавшее обвинение в том, что его служба мышей не ловит руководитель Ан, принялся резать с парламентской трибуны непричесанную правду матку. Мол, житья в Черногории нет от наводнивших ее сотрудников разнообразных спецслужб НАТО, которые находятся здесь исключительно с одной целью – пакостить русским. И чтобы уж не быть обвиненным в пустословии, Вукшич тут же огласил парочку имен разведчиков из Альянса, а заодно фамилии собственных подчиненных, вынужденных выполнять для них роль мальчиков на побегушках. Знаете, к чему это привело? Правдорубу быстренько заткнули рот, обвинив в разглашении секретной информации. Теперь целый ряд политиков требует не просто отправить Вукшича в отставку, а отдать его под суд и впаять полноценные 10 лет тюрьмы. Поскольку он, видите ли, своим выступлением доказал, что работает на спецслужбы Сербии и России, а также стремится поссорить Черногорию с НАТО. Без комментариев. Уши весьма специфических контор Североатлантического Альянса, прежде всего США и Великобритании, при ближайшем рассмотрении, очень даже явно торчат, фактически, из каждого подобного разоблачения. К примеру, два российских дипломата в декабре прошлого года высланы из Колумбии и обвиненные в том, что один из них является сотрудником ГРУ, а второй СВР, были раскрыты исключительно благодаря информации, полученной правительством от спецслужб США и Великобритании. Соответствующее признание, ставшее впоследствии достоянием местной прессы, сделал не кто-нибудь, а сам колумбийский президент. Вот так вот, работали себе люди в посольстве, пока на них не указали пальцем белые господа и не заявили, да это ж русские шпионы. Они, оказывается, занимались сбором важной информации в сфере экономики, политики и науки. Колумбийская наука, это звучит, конечно. Впрочем, нашлись те, кто сумел подыскать логичное объяснение якобы выявленной активности наших спецслужб в этой стране. Они, оказывается, осуществляли там поддержку диктаторского режима Мадуро, а также противодействие развитию колумбийской нефтяной отрасли. Демонстрации местных экологов против добычи углеводородов, это же однозначное проявление руки Москвы. А вы не знали? В подобные завиральные теории, конечно же, не верят и сами их авторы. Да у них и нет цели стряпать что-то хоть более-менее достоверное. Главное приучить весь мир к нехитрой мыслишке о том, что каждый дипломат из России, это непременно шпион, занимающийся подрывной деятельностью. Да что там дипломат? Все русские шпионы поголовно. Раскручивая этот тезис как Вашингтон, так и Лондон, просто-напросто пытаются создать основания для того, чтобы поступать с нашими дипломатическими сотрудниками так, как им вздумается где угодно и когда угодно. Чего церемониться, лазутчики же, казачки засланные. И, кстати, не только с ними. Как стало известно, в Великобритании во исполнение недавно оглашенной оборонной доктрины государства будет создано новое спецподразделение специально для борьбы с враждебными государственными субъектами России, под которыми в первую очередь подразумеваются отечественные разведывательные службы, а также спецслужбами Китая, Ирана и Северной Кореи. Как заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Соединенного Королевства Марк Карлтон Смит, сформированная на базе полка рейнджеров специальной авиадесантной службы СССР и некоторых других подразделений группы сил специального назначения SFG, команда будет в тесном взаимодействии с внешнеполитической разведкой Великобритании Ми-6 пресекать российское вмешательство по всему миру. Прошу заметить, речь идет никоим образом не об учреждении новой контрразведывательной структуры, а об ударной группировке для проведения сугубо силовых операций. В пользу этого же вывода свидетельствует и то, что в сферу служебных обязанностей нового спецназа будет входить обыск домов и машин, а также тому подобные моменты, относящиеся к сфере жесткого и контактного взаимодействия с противником. В роли такового, повторюсь, указана русская разведка и, что не менее интересно, не дающая Западу покоя Чевка Вагнера. Таким образом, британцы готовы перейти от недружественных действий, осуществляемых в рамках дипломатического протокола и международных конвенций, к прямой и открытой войне. Более того, они прямо-таки рвутся ее начать. Вот вам и ответ на вопрос о том, для чего нужна замешанная на русофобии шпиономания. Именно для этого.